Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про тональные средства. Про те тональные средства, которые очень хорошо подходят для холодного времени года. Сейчас, как вы могли заметить, уже зима на улице, соответственно, за окном очень холодно, в помещении очень тепло, потому что топят батареи. И в последнее время у меня большие проблемы с кончиком носа. Представьте себе, особенно когда я сажусь краситься или когда я снимаю видео, с него постоянно слезают все тональные кремы, потому что он шелушится, он очень сухой. И что бы я ни делала, он все равно пребывает вот в таком вот неопределенном состоянии полного отрицания. Поэтому сегодня я вам буду рассказывать про разные тональные средства, которые более-менее хорошо подходят для зимы. По крайней мере, те, которые у вас сразу на лице не потрескаются на морозе. Так что давайте начнем. И начнем мы, наверное, с категории люксовых тональных средств. Здесь у нас, господи, что у нас здесь? Кстати, я вам еще буду рассказывать про те тональные кремы, которые вообще мне не понравились. Именно в зимнее время, которые ведут себя просто ужасно. Первое, что хочу вам показать, это, как ни странно, очень легкая, очень легкая тональная основа. Это вот такая вот основа, которая называется Le Beige от Chanel. Я ее покупала летом. И вообще это, ну, можно сказать, это знаменитая Vita Le Mieracqua, но именно в формате такой вот летней лимитки она была выпущена. Но, по сути, они почти одинаковые. Она очень легкая, она такая вот, как водичка, в ней содержатся светоотражающие частички. Как вы могли заметить, вообще, те тональные кремы, которые более матирующие, они обычно подсушивают кожу. Ну, по крайней мере, в них нет каких-то там питательных веществ. Ну, как правило, опять же. И, соответственно, на морозе они себя ведут хуже, потому что, если кожа и так уже такая обветренная, сухая, то они еще ее больше начинают вот так вот прям вот так вот драть, можно сказать, и выглядят не очень хорошо. Поэтому, если говорить про вот такие вот тональные для зимы, то это скорее более с каким-то сияющим финишем, или, по крайней мере, с сатиновым финишем. Ну, и вот эта штучка, она хоть и очень легкая, она ложится прям таким тонким слоем, но, тем не менее, она очень здорово работает зимой. Я так понимаю, именно за счет того, что она сильно увлажняет кожу. Дальше хотела вам показать вечную классику. Это MAC Studio Fix Fluid, который я очень сильно люблю. Я его в основном, на самом деле, применяю на съемках, но в последнее время я его полюбила применять и на улице, потому что он просто тоже достаточно хорошо кожу поддерживает в непересушенном состоянии. Потому что сейчас я вам расскажу про одно тональное средство, которое на данный момент мне для улицы вообще не подходит. У него полуматовый финиш, то есть он такой, ну, знаете, на разных людях он вообще-то по-разному смотрится. На мне он, я бы не сказала даже, что полуматовый, он скорее на мне какой-то даже сатиновый приобретает эффект. И он хорошо себя ведет в течение целого дня, даже если ходить с ним по морозу. А вот средство, которое не очень хорошо себя ведет, если вы его применяете на данный момент на улице, по крайней мере, я за собой такое заметила, это знаменитый W от Estee Lauder. Я его очень люблю, я его постоянно использую для съемок, но он матовый, он прям очень сильно матирующий. И когда вы его наносите, он еще у вас на лице через какое-то время засыхает. То есть вот именно, чтобы добиться этого матового эффекта, он как бы превращается в такой пудровый финиш. На морозе он трескается просто нещадно. Он начинает, знаете, вот там, где у вас мимические всякие морщинки, или какие-то вот эти линии, которые, ну там, улыбка, да? На этих местах он как раз начинает так... Все, и пошли такие вот трещинки, как по льду. Выглядит просто кошмарно. Но когда я записываю видео, я очень часто им пользуюсь, потому что, ну, соответственно, дома не морозит, дома наоборот жарко. И на видеороликах он выглядит хорошо. Есть у него аналог, который, кстати, зимой себя ведет намного лучше. Это вот этот вот вариант нюд. Он тоже матирующий, но он намного легче. И он не настолько превращается на лице вот прям в такую матовую-матовую маску. Поэтому, если вы любите, например, вот этот Double V, но у вас такие же проблемы, как у меня, вы можете попробовать его более облегченную версию, которая себя хорошо ведет на морозе. Кстати, сейчас вам рассказывала про Шанель и про то, что это сияющая тональная основа, которая очень легкая, но, тем не менее, она себя хорошо проявила. А вот что явилось моим разочарованием, как ни странно, это вот такая вот база метеорита Baby Glow от Guerlain. Мне она безумно нравилась и весной, и летом. И она вот просто шикарная. Она очень красиво смотрится на лице. Она придает такое сияние, как и вся вот эта вот линейка метеоритов. Но вы знаете, она делает с лицом что-то просто кошмарное зимой, потому что если у вас хоть где-то есть какой-то кусочек вот этой вот обветрившейся кожи или какая-то сухость, вот там вот она, знаете, концентрирует все свои усилия по тому, чтобы испортить вам жизнь. И начинает, опять же, трескаться, начинает подчеркивать вот этот вот шелушащийся кусок. И один раз мне даже муж сказал, что у тебя что-то так тональный крем вот здесь вот плохо лежит. Что произошло? А он обычно такие вещи очень мало обращает внимания. И дальше мы переходим, наверное, к категории уже корейских средств. Бюджетной категории мы закончим по традиции. И хотела вам рассказать про три хороших средства и одно разочарование из Кореи. И первый это мой обожаемый BB крем от Эрбориан. Ну, он просто идеален во всех отношениях. Я вам не знаю уже сколько лет про него постоянно рассказываю. И он великолепен в любое время года абсолютно. Потому что это BB крем совершенно иного толка, чем вообще обычные какие-то BB кремы и тональные основы. Дело в том, что у него супер тонкая текстура. Он вот такой вот прям, знаете, вообще вы его наносите, вы его абсолютно не видите на лице. Если вы еще его хорошо растушевали, а как бы, ну, нужно его хорошо растушевать, то он настолько сливается с вашей кожей, настолько вообще не подчеркивает никаких шелушений, полностью выравнивает ее текстуру, сглаживает все недостатки. И хочу сказать сразу, что он не предназначен для того, чтобы перекрывать какие-то очень серьезные проблемы на коже. Там всякие серьезные прыщики, какие-то вот прям сильные синяки. Но если у вас кожа в нормальном состоянии, то он сделает ее вот практически идеальной. И зимой он точно так же себя ведет, как и летом. Поэтому это вообще лучшее, лучшее тональное средство, наверное, за всю мою жизнь. Но единственный минус, что он все-таки достаточно дорогой. Дальше еще одна классная вещь, это вот этот вот BB крем от Миша. Когда-то давно я его купила, я не знаю, в Гонконге, это было лет, наверное, 5 назад или 4 года назад, может быть. И он тогда был дико популярен, потому что это один из первых, если вообще не первый BB крем в мире. И он очень плотный, он, во-первых, очень пигментированный, во-вторых, он очень плотный, в-третьих, он очень питательный и ухаживающий. Его очень любят те, у кого сухая кожа и неспроста, потому что он действительно вот прям ее напитывает. И может ощущаться первое время немножко тяжеловато на коже. Но для зимы это просто спасение, потому что зимой можно воспринимать вот такой BB крем скорее как какой-то, знаете, защитный такой барьер, который вас просто защищает вот от этого холода, от этого ветра постоянного и великолепно выглядит на лице. Но сразу предупреждаю, не покупайте его, если у вас очень жирная кожа, это, во-первых, потому что он будет на вас выглядеть ужасно, он имеет сияющий финиш. Во-вторых, не покупайте его, если вы его будете плохо растушевывать, потому что растушевывать его нужно очень хорошо. Если вы его плохо растушуете, то это будет видно, потому что у него очень плотная пигментация. И последнее, что мне очень сильно нравится из корейского ухода в последнее время, это вот этот вот кушон от Moonshot. Я вам про него рассказывала в ролике про косметику Blackpink. Moonshot это бренд, который принадлежит корейской звукозаписывающей компании YG. И вот этот конкретно кушон, он называется, по-моему, Balm Cushon, то есть он с бальзамом. Он супер увлажняет кожу, но, знаете, даже не увлажняет, а как бы увлажняет плюс питает. У него тоже такой сияющий финиш, но скорее, ну такой средний сияющий, который не будет очень сильно бросаться в глаза. Он очень комфортный, когда вы его наносите, прям чувствуется, что кожа, как будто, знаете, в чьих-то объятиях находится, ее прям утешает этот кушон. Очень здорово. Кстати, меня все время спрашивают про кушоны. Как выбирать цвета кушонов? Я стараюсь брать самый светлый. То есть, если, например, есть 21 оттенок и 23, в каких-то интернет-магазинах я беру 21, и если там оттеночный ряд другой, я тоже стараюсь выбрать более светлый оттенок. А вот тональное средство, которое меня немножко разочаровало в последнее время, это вот такое вот от Peripera, которое называется Ink Cover. Причем я его привезла из Кореи, и вы знаете, здесь очень сложная ситуация. Оно просто обалденное, оно великолепное, очень классное, потому что оно здорово на лице выглядит, оно корректирует какие-то недостатки, оно достаточно пигментированное, оно мега стойкое. Но, к сожалению, если вы выходите с ним на улицу, когда там хотя бы 0 градусов, оно начинает у вас стягивать лицо и начинает тоже трескаться в каких-то местах, вот особенно на вот этих вот всех шелушениях. Поэтому на теплое время года это вот просто прекрасно, великолепно, супер, но на холодное это ужасно, как можно догадаться. Дальше мы переходим к бюджетной категории, здесь у нас вообще всего побольше. И хотела вам сказать, что, конечно же, мне по-прежнему нравится вот этот вот BB крем от Belita, но я его почему не хочу подробно как-то разбирать в этом видео, потому что часто пишут девчонки, у которых есть на него реакция. Поэтому я много раз говорила, что я его очень люблю, у меня никогда в жизни на него не было реакции, и на него намного больше положительных отзывов в интернете. Но есть категория людей, у которых он вызывает всякие раздражения, поэтому на свой страх и риск его применяйте. Но лично мне он очень нравится. Есть от Belita вот такой вот вариант BB крем для чувствительной кожи лица, склонный к куперозу. Вот это похожая вещь, но немножко другая по текстуре, она очень легкая, это для тех, кто любит очень легкое покрытие. Увлажняет, питает замечательно, смотрится на лице, опять же, если нет больших проблем, и для зимы очень хорошо по этим причинам подходит. Плюс для чувствительной кожи, то есть, по идее, нет никаких вот таких вот рисков, которые могут возникнуть вот здесь. Дальше мы с вами перейдем к вещи, которые мне очень понравилось в свое время, но все-таки на летний период времени, на осенний, она была, ну, немножечко, можно сказать, плотновата. Это вот такой тональный крем от Max Factor, который называется Ageless Elixir Miracle. А в свое время, вроде как, он продавался эксклюзивно в магазине Revgosh. Я не знаю, может быть, сейчас он появился в других магазинах тоже. И здесь два в одном. Это тональная основа, плюс некая сыворотка, которая увлажняет кожу и тоже ее питает. Здесь такая муссовая немножко текстура, и он супер приятный. Вот смотрите, он выдавливается вот так, и прям вот как крем. Кажется, что он довольно плотный. Это действительно так, он плотный, но если вы его хорошенько растушуете, если вы его еще будете наносить влажным спонжем, господи, он еще, знаете, вы наносите его, он такой немножко, как водичка, так холодит, вы его оцените, потому что он действительно просто супер классный. И недостатки перекрывает, ну, конечно, это не супер плотное покрытие, и на коже выглядит хорошо. И вообще, вот опять же, вот это ощущение, как будто у вас кожа просто в ваших объятиях находится, и приятно пахнет, к тому же. Дальше у нас еще два здесь варианта. Это вот эти вот матирующие флюиды, один от Катриса и другой от Эвелин. В принципе, это как бы практически одно и то же, потому что это жидкие тональные средства, матирующие оба. Но при этом, вы знаете, в них есть немножко масла, как ни странно. И, соответственно, за счет того, что здесь есть все-таки масло в составе, он не превращается у вас на лице вот в эту вот маску, которая начинает трескаться на холоде. Он хорошо ощущается, он отлично выравнивает тон лица. Опять же, это средняя степень покрытия, это не плотный тональный крем, но теоретически вы можете его в несколько слогов наносить, что я вам не советую делать, если вы собираетесь на улицу выходить, потому что, во-первых, это видно под солнечным светом, во-вторых, тогда у вас увеличивается вероятность того, что вы придете вся в таких вот морщинках и трещинках домой. Но вот эти вот два средства, опять же, как и BB крем от Эрборен, идеально подходят, что на лето, что на весну, что на осень, что на зиму. Они действительно очень хороши, стоят где-то от 330 рублей, там, в хорошие времена, когда есть скидки, до, ну, наверное, максимум 500 в самые плохие времена. И самое последнее, что хотела вам показать, точнее, из хороших вещей, это вот этот вот The Healthy Foundation от Physicians Formula. Это тональный крем, который, на самом деле, достаточно легкий, у него средняя степень покрытия, но он прям вот такой легенький-легенький по текстуре. Господи, не могу его открыть. Что-то я сделала не то, надо было не так открывать, надо было крутить его. И, что интересно, у него вот такая вот интересная палочка, то есть он не выливается, вы его наносите прям вот этим аппликатором, и можно его использовать заодно, как такой легкий-легкий консилер. Тоже были по его поводу комментарии, что не всем он нравится, но вы знаете, тональные средства, это, наверное, самые, вообще, самая субъективная категория. Ну, там еще туши для ресниц тоже очень субъективные из всей косметики. То есть, если про тени можно говорить, про какие-то технические характеристики, и примерно у всех они будут так или иначе совпадать, то с тональными средствами у всех просто настолько разная кожа и настолько по-разному себя ведет, что это непредсказуемо. Но мне он очень нравится за то, что он очень сбалансированный. То есть, он как бы и достаточно легкий, и в то же время хорошая степень покрытия, и сияние придает, и не блестит как-то некрасиво. В общем, хороший реально тональный крем. Единственный момент, что он чуть-чуть подороже. То есть, я его включила в бюджетную категорию, но на самом деле он стоит где-то рублей чуть ли не 800. Но, опять же, если у вас есть скидки во всех вот этих магазинах типа подружки, то вы сможете его купить дешевле. Почему я его хотела вам показать? Потому что он, как ни странно, просто идеально работает в паре с вот этим вот органовым маслом, тоже от этой же марки. Я раньше очень опасалась применять вот такие вещи в качестве праймеров именно масла, но я это именно зимой оценила. Потому что, когда вы сначала наносите вот это масло, оно, кстати, не растворяет потом тональный крем, вы наносите, у вас кожа становится очень им напитанная. И сверху по нему тональный крем ложится просто очень-очень-очень классно. Но, кстати, хочу сказать, что не все тональные средства одинаково хорошо работают вот в таком вот дуэте. Я пробовала разные и, господи, какой там. Я пробовала, кстати, вот этот, он вот в этой вот связке как-то не очень хорошо себя ведет и начинает немножечко как-то растаскиваться. Я пробовала вот эти вот два вместе, тоже не работает. Но, например, ну вот с тем же самым, господи, вот он, Physicians Formula, вот просто идеально. Идеально. И теперь хочу еще вам показать напоследок тональное средство, которое тоже вело себя просто отвратительно этой зимой, ну, в конце осени. И которое я не могу рекомендовать на это время года. Это вот такой вот водостойкий тональный крем от Essence, который называется Insta Perfect. В принципе, он был неплох этой осенью. Но как только начались холода, началась вообще какая-то вот просто кошмар какой-то. Ну, понятно, потому что он, во-первых, матирующий. Здесь написано, что он сильно матирующий. Во-вторых, он еще и водостойкий. И когда вот это вот все сходится, то есть это понятно, что это плотное покрытие получается в результате, скорее всего. Во-вторых, оно у вас вот именно иссушающее такое в результате вашу кожу. То есть вот эта вещь, как мне кажется, вообще подходит больше людям, у кого кожа жирная, либо там комбинированная в крайнем случае. Но когда это все на сухую вот эту обветренную кожу, когда там ветер, мороз и снег, это просто, знаете, вот все лицо, все в каких-то хлопьях таких получается у вас от вот этой вот сухости ужасной. Это просто отвратительно. Зимой это ужасно. Но, как ни странно, осенью было нормально. В общем, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео. Сегодня у нас так много было тональных средств. Хотела просто с вами поделиться какими-то своими вот последними такими тяготениями и не тяготениями. Надеюсь, что вам понравилось. Кстати говоря, сейчас у меня на лице вот такой вот биби-крем от Холика Холика. Это Холипоп. Причем это сияющий вариант. Тоже очень хорошая вещь. И, как ни странно, кончик носа почти, почти не облупился. Это уже хорошо. Но он прям вот сияющий дает эффект на лице. Прям сильно-сильно сияет. Я его припудрила. Все равно это сияние пробивается. На этом заканчиваем. И я вам желаю сегодня, чтобы у вас ни один тональный крем не облупился на лице. Чтобы у вас все сегодня было вот просто вот так вот с макияжем. Спасибо вам и до встречи в следующих моих видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!